Теперь пару выстрелов сделаю самодельными тротиками с оперением, без лески. На идею сделать эту рогатку меня натолкнуло подобное устройство. Это ролерган, арбалет для подводной охоты. Понятно, чтобы мощность выстрела была побольше, нужно сделать большее расстояние для разводных гарпуна. Поэтому производители арбалетов делают целую линейку арбалетов разной длины. Чем длиннее, тем мощнее. У ролерных арбалетов длина резиновых тяг увеличивается при помощи роликов. У рогаток длина тяг ограничивается размахом рук в классическом способе стрельбы. Для того, чтобы увеличить расстояние разгона снаряда, придумали технику альбатрос. При такой технике значительно увеличивается мощность выстрела, но страдает прицельность и безопасность. Я пошел по пути ролерных арбалетов и решил сделать рогатку с роликами. Вот что из этого получилось. Это все. Наша рогатка готова. Моя рогатка для стрельбы дротиками и шариками. Вот как она выглядит. Сейчас я видел отверстие, когда она должна была воткрыться. Вот она. Ну, на сантиметр где-то входит. Порвалась. Что интересно, когда забыл выключить тормоз на катушке, там ворвало леску и один китайский дротик сломался. Теперь надо будет как-то выкручивать его там изнутри. Но это говорит о силе удара. Так, специально сейчас посмотрим, глубина на сколько, ну вот, на сантиметр где-то находит. Теперь поповую снизу шариками под подкидок заряжаем. Вот одна вмятина. Вот как выглядят вмятины. Вон, вторая. Первым делом, конечно, рисуем шаблон под свою руку. Ну, на паузе будет видно, размеры приблизительно. Затем переносим шаблон на фанеру и вырезаем из фанеры. Вот что у нас получилось. Вот такие ролики я купил в строительном магазине. Что нам надо будет сделать? Вот так мы их будем устанавливать на рогатку. Под углом примерно 45 градусов. Просто руками загибаем. Так это будет выглядеть на рогатке. Так как фанера у меня тонкая, то придется добавить сюда еще одну вставочку. Вот такую вставочку еще выпилил. Теперь у нас что будет? Теперь у нас будет вот так. и зажимаем тиски. Термоклей использую, чтобы не возиться с эпоксидной смолой. Тут нам прочность особо не нужна. Теперь нам нужно будет сделать скос. Здесь так вот. Под наклон ролика. Сверлим отверстие и закручиваем сюда саморезы. Чтобы создать вогнутую поверхность на ролике, пришлось поработать немножко дриммелем. Ну и вот в результате, что получилось у нас. Прикрутили ролики с двух сторон саморезами. Теперь я посверлил отверстие внизу в ручки и поставил такие болты М5. и закрутили лайки. Так, теперь расскажу про резину. Самое важное это жгут для рогатки. Значит, теория нам гласит, что чем тоньше резина, тем быстрее скорость возврата у нее быстрее. То есть, если мы берем вот такую тонкую резинку, растягиваем ее, то она очень быстро возвращается. Такой резину мы делали в детстве рогатки для стрельбы с копками. Ну и практика тоже подтверждает, что если взять например, круглый жгут из медицинского катетера, ну то там вообще возврат никакой очень медленный, никакой резкости боя нет. Ну и второй плюс такой резины это безопасность. Если взять моножгут из плоской резины либо круглой трубки, то в случае обрыва есть большая вероятность, что вы получите концом глаз либо по лицу и никакие очки вам тут не помогут. Именно поэтому, когда режут жгуты для рогатки, их режут в виде пирамиды. Более широкое основание крепится к самой рогатке, более узкое идет там где рука и соответственно рвется в более узком месте и в этом случае вы получите резины по руке, но никак не у вас. Значит плюс этой резины вы наматываете много колец и живут у вас получается из большого числа резинок. Соответственно, если они начинают рваться, то начинают рваться одна, две, три. Это сразу видно и тогда жгут можно менять. нужно вернее менять. Сейчас нужно отмерить. Да, кстати, эта резина, она очень прочная, хорошо тянется. Это резина для донок, продается в рыболовных магазинах. Жгут 20 метров, моток вернее. Я режу на 4 часа, по 5 метров это как раз хватает на один жгут для рогатки. Сейчас нам нужно отмерить расстояние. Делаем петельку, одеваем, примерно прикладываем и растягиваем на вашу длину руки. Вот такая получилась у нас длина. Берем подходящую книжку, я ее заранее подобрал. надеваем на жгут. Надеваем на жгут. Длина. И аккуратно наматываем кольцо. В результате у нас получился такой жгут. Теперь нам нужно будет сделать на жгуте защиту, чтобы резина не перетиралась, не рвалась. Для этого я использую обычный упаковочный скотч. Такой. Просто сжимаю его. Нужно длинные фрукты. Делаю что-то вроде жгута такого. И немножко его растягиваю, чтобы он был поплотнее и потоннее. Теперь будем делать петельку на конце. Завязываю обычным узлом. Пухтненько. И сделаем намотку. Но нужно расстояние, чтобы потом сверновать петлю. Намотали небольшое расстояние. Примерно, чтобы получилась петелька, которую можно надеть на шпильку М5. Значит, в конце закрепляем ее узелком. Ну, это просто под последний виток просовываем. Немножко на кончик. Путненько затягиваем. Получается такая петелька небольшая. Теперь мы ее делаем один оборот. Вокруг шейки. И затягиваем прямой узел связи. Теперь нам нужно на противоположном конце петли, которую мы сделали, сделать защиту для веревочки, которая будет толкать дротик. Ну, я это делаю узлом, которым обычно рыбаки привязывают крючки. Где-то я читал, что называется упаковочный узел. Но суть в том, что на этом участке делаем петельку. Вот она. и потом так же, как привязывается крючок, делаем несколько оборотов. Ну, чтобы получить нужную нам длину узла. И просовываю петельку. И затягиваю. Ну, и теперь нам нужно сформировать желудок, чтобы он не кушился. И то же время мог растягиваться. Для этого я вяжу просто узлы-констрикторы через небольшое расстояние примерно 2-3 сантиметра. Так, как вяжем констриктор. Обматываем в виде петельки. Вот она получается. Обычный констриктор. И потом нам нужно этот кончик засунуть под перекрестие. Все. Вот получается такая как бы восьмерка. Отправляем ее. И затягиваем. Ну, затягиваем не сильно так. чтобы резина нам не передавливала особо. Кончики обрезаем лишние. И так же делаем на протяжении всего шкута. Ну, вот у нас получилось две таких тяги. Сейчас мы возьмем и привяжем шнур, который будет тянуть дротик. Для шнура использую вот такую штуку, называется ДНМ. Продается в магазинах для снаряжения подводных охотников. Там она используется точно в таких же целях. Это особо прочная штука, которая трудно перетирается даже металлическими зацепами. Буду вязать тем же констриктором. Может, есть, конечно, и другой узел получше, но мне нравится констриктор, потому что он охватывает резину как бы двумя петлями. Получается, какое-то распределение на русский. резина передавливается не в одном месте, а в двух. Точно так же делаем эту же восьмерку. И противоположный конец нужно пропустить под восьмеркой. сломить. Можно сделать, как я сейчас два этапа. Вот он наш констриктор получился. расправляем, управляем и потом затягиваем. У нас получается как бы распределение на русский на две вот эти петли. и точно так же потом делаем для второй тяги. Лишний кончик здесь обрезаем и заправляем. вот что у нас получилось. Вот такая привязанная которая будет тягать наш дротик. Рохатку мне пришлось отверстия получились очень широкие и тяжи не попадали на ролики. Поэтому пришлось пересверлить отверстия на более узкие. Ну и теперь проверим что у нас получилось. Надеваем тяжи. Здесь я кстати тоже намотал упаковочную пленку чтобы резьбой не портить резину. Вот в результате получилась такая рогатка. Вторые тяги мы сделаем для стрельбы шариками. Вот такой кружаток я вырезал. Так вот так у нас будет поэтому продеваем наверное с этой стороны отверстие. и просовываем сюда петельку. вот одна подтянуть надо посильнее. такая штука получилась. Очень хорошо держится. И точно так же делаем вторую. Все. Вот у нас получилось еще две тяги. так резьбу я здесь замотал за лентой чтобы тоже не резало нашу резину. И сейчас можно надеть вторую тягу. это пускаем ниже. А сюда одеваем вторую тягу для стрельбы шайками. это все. Наша рогатка готова.